Еще один нетрезвый водитель попытался сбежать от полицейских. Захватывающая погоня с последующей аварией и эффектным арестом произошла в столице и попала в объектив камеры видеорегистратора. За свой опрометчивый поступок любителя выпить и погонять ночью по улицам лишили водительских прав на 7 лет. Подробности расскажет Бахтиар Арынгазин. Это кадры погони за нетрезвым водителем. Он неоднократно грубо нарушил правила дорожного движения, чем привлек внимание сотрудников полиции. При этом на требования остановиться не реагировал и в попытке бегства сбил светофор. И лишь слаженные действия дорожных инспекторов помогли задержать нарушителя, который по заключению медэкспертов находился в алкогольном опьянении третьей степени. Его взяли под стражу на 20 суток и лишили прав сроком на 7 лет. Да, однозначно правильно. Конечно, потому что пьяный водитель это потенциально убийца. Надо трезвый, это опасный. Я о себе думаю, это о других. Потому что это очень серьезное правонарушение. Езда в нетрезвом состоянии, за рулем, чревато большими последствиями. Я думаю, так должно быть. По-другому никак. Видите, люди ездят все равно пьяными. И ездят без прав. То есть надо как-то наказывать уже. Должна минимальная терпимость к таким нарушениям. По данным полиции, в стране ежегодно около 25 тысяч водителей садятся за руль в нетрезвом виде. В последний год по их вине в ДТП пострадали более 700 человек. Еще 98 погибли. Теперь подобные преступления не предусматривают примирение сторон. Ужесточение правил за вождение в нетрезвом виде является вынужденной мерой. Введена новая норма в закон, которая не предусматривает примирение сторон за совершение ДТП в алкогольном состоянии. Если даже выпивший водитель не совершает ДТП и не наносит никому вреда, то он все равно заключается под стражу на 15 суток и понесет административное наказание. При этом ужесточение нормы – это хорошая возможность заработать трезвым водителем. На сайтах десятки предложений. Можно подобрать себе водителя с большим опытом и даже найти того, кто работал автоинструктором, таксистом и хорошо знает город. Новые нормы закона разработаны, чтобы снизить количество нарушений и число пострадавших. Однако пока статистика неутешительна. Только за две недели января полицейские задержали около 100 пьяных водителей.